Я думаю, что прежде всего война была таким страшным, чудовищным событием в нашей жизни, что отзывы продолжают идти и распространяться на другие поколения, как круги по воде. Во-вторых, мы живем в таком тревожном мире, что соседство с войной все время ощущается. И это естественно, в общем. Скажите, Булат Шалович, кого бы вы могли назвать среди первых русских бардов? Ну, я специально не занимался этим вопросом, но, в общем, насколько мне известно, к этой авторской песне, если так можно ее называть, примыкал одним из родоначальников ее у нас в России. В 19 веке был Аполлон Григорьев, который пел свои песни, Денис Давыдов. И как мне стало недавно известно, не знаю, насколько это достоверно, что Михаил Юрьевич Лермонтов некоторые свои стихи пел на свою мелодию под аккомпанемент гитары. Вот так я слышал. Ну, и вполне уже ближе к нам, к нашему времени, я отношу Александра Вертинского, конечно, который был поэтом, очень интересным и композитором, и исполнял свои произведения. Свой аккомпанемент на свою мелодию. Я вот сейчас спою маленькую песню, она последняя, я очень мало пишу в последнее время, она последняя и для меня представляет интерес, в общем, какой-то. Она не в прямой о войне, конечно, но войну нужно понимать шире просто, и я-то понимаю шире, а антивоенную настроенность просто как человеческую, как гуманную. И в этом смысле, конечно, она тоже антивоенная и за человека, вот. Совесть, благородство и достоинство, вот оно святое наше воинство, протяни, протяни ему свою ладонь за него, за него. За него не страшно и вагон, за него, за него, за него не страшно и вагон. Лик его высокий удивителем, посвяти ему свой краткий век. Может быть, может быть, может, и не станешь победителем, но зато, но зато, но зато умрешь, как человек. Но зато, но зато, но зато умрешь, как человек.